В шаге до победы оказались 100 лучших студентов со всей России и стран зарубежья. Финал Международной цифровой олимпиады прошел на площадке ОГТУ. Волга-АйТи стала для участников трамплином к развитию выбранной сферы. Все задания интеллектуального соревнования основаны на реальных кейсах ведущих компаний информационных технологий. А это, как отмечают организаторы, проверка на прочность. У нас не было случая, чтобы в полуфинале или финале финалисты решали все. Каждый год мы формируем состав дисциплины, исходя из актуальных потребностей на рынке труда. И даем возможность ребятам проверить, насколько они готовы начинать свою трудовую карьеру. Есть и те, кто уже успел проверить теорию на практике. В основном это ученики старших курсов. У них волнения перед финальным этапом меньше. Есть уверенность в своих силах и опыт, который подскажет верное решение. Для студентов помладше это первая олимпиада подобного масштаба. А тем не менее, хорошая база знаний не дает сомневаться в своих способностях. Для меня очень интересный опыт. Впервые куда-то поехать, впервые ощутить всю эту поездку. Впервые реально поучаствовать в дисциплине там, где вот олимпиада. Реально какой-то опыт, работа, какое-то соревнование. И если успех дождется, то я могу занять призовое место. У меня уже есть опыт в этом, я уже работаю в этом. Уже как четыре года. Думаю, у меня все шансы есть. Для меня шанс получить какой-то реальный опыт решения задач. Задачи, кстати, интересные. У меня направление искусственный интеллект. Пока что задачи были очень практические. И понятно, как их можно в реальном мире применять, решение этих задач. К слову, это направление включили в перечень заданий. В этом году искусственный интеллект вошел в учебный план многих вузов страны, среди которых и Ульяновский технический университет. А потому неожиданных сюрпризов при решении задач не предвидится. Студенты уже знакомы с основными алгоритмами новой дисциплины. И мы вместе с одной из наших компаний «АИС Город» сформировали такие задания. Так вот, если постановки задач часто шли из наших лабораторий, то непосредственный набор данных, а в ту эпоху экономики данных, в которой мы живем, это бесценный, бесценный абсолютно вклад. Сама Олимпиада же дает студентам возможность зарекомендовать себя среди потенциальных работодателей. Компании-партнеры отмечают среди участников жемчужины отрасли и готовы предложить им место на ведущих предприятиях области. У нас на территории региона таких компаний порядка полутора тысяч, 1480. В этом секторе работает более 6 тысяч человек. Они дают существенную прибавку к нашему бюджету, бюджету Ульяновской области. И IT-компании, которые расположены территориально на нашей территории, многие из них получают федеральные льготы. Поддержка молодых специалистов также лежит в основе федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Воспользоваться преимуществами профессии нынешние студенты смогут после официального трудоустройства. А пока им предстоит побороться за звание лучшего. Финал Олимпиады продлится до 2 декабря. Александра Никитина и Бахтияр Салтанов. Улл. Правда. ТВ.